Проект школьного инициативного бюджетирования успешно реализуется в округе в Лабутанге в частности. Это когда учащиеся имеют возможность сами определить, на что потратить бюджетные деньги. Вариантов много. Создание, ремонт, техническое оснащение или переоснащение связанных со школой объектов муниципальной инфраструктуры, организацию мероприятий для школьников. Идеи ребята выдвигали еще полгода назад, а сейчас они начали воплощаться в жизнь. Репортаж Ирины Волокитиной. Чудесное детство обеспечили взрослые ученикам пятой школы. Так называется проект, который придумали сами ребята. Было голосование. Поэтому в прошлом году, в течение достаточно долгого периода, с сентября по декабрь, ребята делали все возможное, чтобы их проект победил. Сначала мы с ребятами учились, что такое инициативное бюджетирование, как свою идею не только придумать, как ее красиво подать, как ее выигрышно подать, как можно сделать смету, что можно приобретать в рамках этих средств. Необходимыми средствами ямальские школы обеспечило окружное правительство. В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования каждому учебному заведению был выделен грант в размере 300 тысяч рублей. Благодаря такой финансовой поддержке стены рекреации пятой школы перекрасили в яркие цвета, установили разноцветные модули и грифельную доску. А в первой школе оборудовали полезную зону отдыха для учеников. Очень красиво, чисто, дизайнерски, продуманно, знаете, как продолжение рисунка. Вот эти плиточки дополняют рисунок, оно создаёт объём и цельность пространства. Очень интересное решение. Я думаю, что вот этот рисунок, он отображает такой, в общем-то, с одной стороны ритм времени, течение времени. В ногу со временем здесь установлена большая электронная панель. Стеллаж рядом украсит цветами. На полу будет специальное покрытие с массажным эффектом. О хорошем самочувствии детей задумались и в восьмой школе. Чтобы снизить нагрузку на опорно-двигательную аппарат старшеклассников, здесь установили металлические шкафчики. В рамках инициативного проекта «Школьный рюкзак». Здоровье и комфорт – основные составляющие этого проекта. Такой школьный рюкзак не нужно носить с собой. Достаточно открыть дверку, положить вещи и закрыть на ключик. Конечно, это удобно. Дети могут сохранить свои личные вещи. Да и нам поприятнее будет. Также, я думаю, свои гаджеты, телефоны могут оставлять, пока идут на занятия. Хороший проект. Инициативные проекты разработаны и воплощены в жизнь в каждой лабытнанской школе. Их торжественное открытие запланировано на сентябрь, за исключением городской гимназии, в которой идут ремонтные работы. Ирина Волокитина, Евгений Садыков. Программа «Время местное».